Здравия желаю, уважаемые братья и сестры! Сегодня у нас вечный двигатель, вот ребята, 100-ваттный асинхронный двигатель на трёхлопастном маховике, это, значит, вечный двигатель, на нём можно и ездить, если увеличить методы масштабирования, можно охлаждать комнату большую, видите, он мощный. Скорость всё время увеличивается. Работает он на переменном токе, это, значит, почему это асинхронный, потому что это белящая клетка, коротко замкнутый ротор у его переменного тока. Стартует он от конденсатора 1,2 мкФ на 450 В. Применяем реле Амрон, одна десятая секунды мы только подаём питание, а одну секунду он работает на самозапитие, благодаря тепловой инерции. Расход у нас, ребята, тока, конечно, нулевой. Это безусловно, так как у нас на помощь идёт инерция, инерция системы. Сила, ребята, большая. Палец туда не кладите, может порезать. То есть мощный вечный двигатель, вечный асинхронный двигатель для поездок, ребята, а также для охлаждения комнаты. В данном моменте у нас для охлаждения. Для поездок, ребята, можно сделать, увеличить методом масштабирования его объём 10, а то и в 100 раз. А сейчас я покажу. Реле Амрон, одна десятая подаём питание, одну секунду отключено. Мотор асинхронный, 100 Ватт, 220-230 Вольт. Косинус 4, ребята, равен 0,95%. 0,95%. Трёхлопастной маховик из алюминия. Скорость, как вы видели, постоянно увеличивается. Одну десятую дал. Благодаря тому, что, ребята, нагрелся сам мотор и нагрелось. Трёхлопастной маховик нагрелся. И поле образовалось вокруг него. Он работает в общей сложности 1,1 секунды. А питание подаётся всего 0,1 секунды. После того, как мы отключили систему, это питание идёт назад. При нагревании тела расширяются. При остывании сужаются. То есть питание лишнее идёт туда, откуда пришло. Это так и должно быть, ребята. Скорость постоянная его увеличивается, как вы видели. То есть это вечный двигатель. Асинхронный вечный двигатель. Благодарю за внимание. Всем удачи из стального богатырского жилья.